Всем привет! С вами Георгий Артемиладзе и портал Sport Club. Сборная Италии не поедет на чемпионат мира в Катар. И это уже второе фиаско с Куадра Адзура за последние 4 года. В 2018 году они не добрались до России, и теперь им не нужно заказывать билеты в Катар, чтобы там сыграть. Италии 32 удара по воротам было нанесено итальянцами в памятном матче с северными македонцами, который состоялся 25 марта. Только 5 выстрелов дошли до створа и ни одного гола. Ну, на что при такой статистике могли рассчитывать итальянцы? Роберто Манчини, конечно, в шоке, но обвинять его не с руки. Все-таки он смог соединить великолепных футболистов в одну кучу, в единый механизм, и итальянцы не проигрывали очень долго. 28 матчей, если мне не изменяет память. Возможно, где-то сыграл факт недооценки соперника, хотя, на мой взгляд, как можно недооценить македонцев, которые дали бой всем сборным на Евро в прошлом году. Пришлось извиняться перед итальянской публикой, перед итальянскими журналистами, да и вообще перед футбольной общественностью, потому что это действительно резонансный случай. Итальянцы обессиленно рухнули на газон после финального свистка, но то, что они сотворили в раздевалке, это просто трэш. Буквально засрано было пространство раздевалки итальянскими игроками. И я ничуть не утрирую, если не верите мне, посмотрите видео, которые распространены в социальных сетях. Коробки из-под пиццы, салфетки, которыми они вытирали руки, бутылки, из которых итальянцы пили воду. Все это валялось не только на полу раздевалки стадиона Ренцо Барбера, но и в трибунном помещении, и рядом с раздевалкой. Что это было, вообще не ясно. Итальянцы так негодовали после своего фиаско, после того, что они не смогли отобраться на чемпионат мира, что оставили столь неприятный подарок сотрудникам раздевалки, сотрудникам стадиона. Труд уборщиков у нас теперь не в почете. Зачем было это делать? Еще бы разбили бы, снесли бы дверь с петель для общей кучи, как в свое время сметал ее Гаджи, Муслимыч Гаджиев, тренировал тогда он Амкар. Ну, для чего это было сделано? Показать свою невоспитанность? Показать свою некультурность? Такое впечатление, знаете, сложилось, что за сборную Италии играли родственники и друзья Усмана Дембеле из Барселоны. Ну, вы же помните, какой срач он устраивал в своей квартире, которую ему арендовало руководство Синегранатовых? У него там была такая же примерно картина. Какие-то коробки, грязь, шмотки, все это валялось. Итальянцы повели себя просто как свиньи. Знаете, очень часто принято критиковать наших туристов на отдыхе в других странах. Но то, что сделали итальянцы, это гораздо хуже того, что сотворили любые русские во время отдыха в условном Египте. И никто, кроме Бануччи, не принес извинений. Бануччи, видимо, на правах ветерана, на правах легенды итальянского футбола просто пришлось. Пообщаться с журналистами Футбол Италии, одного из самых авторитетных изданий страны. И что-то он там промямлил про уважение. Какое там было уважение? Его не было. Итальянцы просто обосрали раздевалку. Вот не хватало действительно, чтобы они еще пустили струю. Это просто некультурно. И вот это поведение очень-очень-очень контрастирует с тем, что сотворили японцы, приехав на Мундиаль в нашу страну. Они буквально вылезали раздевалку. Я так понимаю, наверное, они с тряпочками бегали, каждый миллиметр протерли. Все оставили после себя в идеально кристальном состоянии. И помимо этого еще поблагодарили Россию и организаторов турнира за теплый прием, за то, что их идеально встретили. Вот это, я понимаю, самурайский подарок тем, кто действительно пекся о заботе футболистов. Это хорошо. А то, что сделали итальянцы, это плохо. Что думаете по этому поводу вы, дорогие друзья? Как вы относитесь вообще к такому проявлению недовольства? Стоит ли им пенять на себя? Или все-таки такое поведение в порядке вещей? Всем спасибо за внимание. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok